Народная артистка России Валерия сегодня дает концерт в столице Чувашии в рамках гастрольного тура. Перед выступлением певица нашла в своем плотном графике время на то, чтобы заглянуть в гости к детям. Подробности у Юлии Важениной. В детский сад номер 8 Валерия и Иосиф Пригожин прибыли за пару часов до концерта. Как оказалось, воспитанники дворца детской радости гостей ждали с нетерпением. Фантастика, просто фантастика. Из какого возраста они общаются? Она хочет что-то вам сказать. Приходите к нам, пожалуйста. Вот, я пришла к вам и радуюсь. Мы рады вас видеть. Для народной артистки и ее продюсера провели экскурсию по детскому саду. И тут есть на что посмотреть. Соляная шахта, сауна, бассейн, а также ряд других интересных комнат. Привет. Чем вы тут занимаетесь? Рассказывайте. В студии. Я сделаю машинку такую. Сам можешь такую машинку сделать? В дальнейшем мы планируем открытие своей мастерской для мальчиков. Самоделкин. Для мальчиков это важно. Делать все своими руками. И, конечно, осваивать с самого детства уже такие профессии рабочие. Столяра, плотника. Чтобы каждый мальчик мог уметь держать молоток в руках, забивать гвоздь. Это важно, я считаю. С самого дошкольного возраста это здорово. Как оказалось, сегодня особенный день у маленького Вити. Ему исполнилось пять лет. И звездные гости просто не могли не поздравить именинника. Витя, с днём рождения тебя. Давай ручку пожмём. Не бойся, Витя. Сколько тебе исполнилось? Пять лет. Пожди. Давай, привет. Поздравляем. Вот такой высшины, вот такой нежины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, тобой любишь, выбирай. Добрые пожелания сегодня получил не только маленький именинник, но и весь детский сад. Валерия и Иосиф Пригожин вписали тёплые слова в книгу пожеланий Дворца детской радости. Я впервые вижу такой детский садик. Впервые. Я не знаю, может в Москве и есть, но когда мои дети росли, они ходили в самый обычный детсад. И, конечно, какое счастье, что у малышей есть возможность вот ходить вот в такой вот дом. Один-два раза в неделю малыши с удовольствием проходят оздоровительные процедуры прямо в детском саду. С радостью купаются в джакузи и гидромассажной ванне. Такой современный детский сад появился в столице Чувашии благодаря партийному проекту «Единая Россия. Детские сады детям» и республиканской программе модернизации учреждений дошкольного образования. Я, прежде всего, спросила, это частный детский садик или государственный. Когда мне сказали, что государственный, наверное, это вдвойне радостно, что правительство, государственные органы, они помогают и поддерживают. Существует какая-то программа, значит, государственная. Это очень здорово. И вот теперь, знаете, вот есть какие-то вещи, когда мы там читаем какую-то статистику, говорим, открылось то-то, то-то, там построено столько-то, столько-то, того-то. А когда ты видишь своими глазами, вот как это все выглядит, вообще, как это все работает, это, конечно, впечатляет. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.